10 сентября Музей Стрелецкие палаты Российского военно-исторического общества провел праздничную программу «Защитники столицы», посвященную 869-летию Москвы. Музей размещается в здании 17 века, в палатах думного дьяка Семена Титова. Но, несмотря на солидный возраст стен, сам музей очень молодой. Открыт был в ноябре 2014 года. В этот замечательный праздник, когда весь город празднует день рождения столицы, мы, как музей, организовали праздник, как музей вышел на улицу, для того, чтобы осветить одну из интереснейших тем. Да, мы празднуем, это праздник, но были еще и суровые будни. И наше сегодняшнее мероприятие называется «Защитники столицы». Праздник был посвящен историческому прошлому, жителям Первопрестольной, которые защищали свой город в дни тяжелых испытаний. И мы сегодня для этого выбрали три эпохи для реконструкции. Это смутное время, 1612 год, Отечественная война 1812 года, то есть герои Бородинского поля, солдат русской армии. И отдавая данную память павшим при обороне столицы осенью 41 года, мы попросили президентский полк представить три боевых знамени. Праздник открылся в полдень в Лаврушинском переулке, торжественным поздравлением от руководства музея. Затем рота специального караула президентского полка вынесла боевые знамена частей Красной армии, которые отличились при обороне столицы осенью 41 года. В торжественном ряду стояло знамя 11-й гвардейской стрелковой городокской дивизии, бывшей 18-й дивизии народного ополчения и знамя 5-го гвардейского истребительно-авиационного берлинского полка, в котором сражался почетный житель Москвы, дважды герой Советского Союза Виталий Иванович Попков. После защитников столицы 41-го года под колокольный звон и барабанный бой вышли московские стрельцы, которые гнали поляков из Москвы в 1612 году. Стрельцы появились при Иване Грозном и были основой регулярной армии вплоть до Петра Первого. Командир стрельцов в костюме сотника до Петровской Руси рассказал зрителям, что носили и как воевали стрельцы. На мне костюм, соответственно, не было никакого регламента, поскольку человек занимал достаточно высокий пост, он должен быть богаче одет, чем все остальные, ну, вы видите, да, то есть и ткани дороже, и оружие с отделкой, ну, и как в то время было модно перстни, практически на каждом пальце, один все время. Перстни на перчатках? И на перчатках, и под перчатками. Была такая мода, чем больше на вас было одето, тем считалось, что вы богаче, дороднее, высшее положение обязываете. На смену им вышли удалые гусары и гренадеры, герои русской армии эпохи Отечественной войны 1812 года. Праздник Москвы, поэтому настроение все равно приподнятое, праздничное. Ну, а для нас это возможность выйти, в очередной раз позаниматься строевыми упражнениями, в очередной раз форму подогнать. Они продемонстрировали тактические построения, порадовали москвичей игрой на флейте и барабанах и пригласили гостей мероприятия принять участие в бальных танцах под руководством опытного распорядителя. Особое внимание привлекли нарядно одетые гусары изюмского полка на прекрасных лошадях. Псадники стали отдельными звездами фотосессий зрителей. После них на сцену вышел камерный хор «Апостериори» – музыкальной школы имени Прокофьева. Этот молодой коллектив объединяет людей разных профессий и возрастов, увлеченных музыкой. В июле этого года хористы стали обладателями золотого диплома конкурса хоров в Сочи. Самые юные участники праздника – вокально-танцевальный ансамбль «Жемчужина» из Зарайска. Весь день стрелецкие палаты принимали гостей и рассказывали о военной истории и быти воинов прошлых эпох. Одновременно на площадках работало 9 мастер-классов по традиционным русским ремеслам и ратному делу. Перед музеем дети могли поупражняться в обращении с деревянными мечами, а зрители постарше примирялись к бердышам. Во внутреннем дворе музея развернулся настоящий ремесленный городок. Технологии раскручиваем нижний маховик ногой и затем уже работаем на верхней части. То есть это ножной старинный венчерный круг. Всем очень нравится, потому что можно тут залезть в глину, в грязь, в которую родители никогда не разрешались пачкаться. Тут все это легально пачкается, так что всем нравится. Это мастер-класс по рисованию пряников. Как у нас появились пряники, откуда появились, из чего они состоят, почему они называются пряниками, какие сначала пекли пряники, какие сейчас. То есть вот история такой небольшой развития и мастер-класс о том, как их разрисовывать. Мы с детьми делаем ручку для сундука. И каждый может на примере этой ручки, каждый ребенок, кто подходит, может попробовать паковать, пораздувать меха. Как тебе? Тяжело это все, скажи мне? Нет. Устал, наверное. Интересно? Да. Просто замечательно. Мы очень рады, что наше мероприятие крайне нравится, что на всех мастер-классах очень много участников. Все с удовольствием принимают участие, и взрослые, и дети. Мы даже удивлены, что по мастер-классу по владению древнерусским оружием, бердышами, с удовольствием и взрослые принимают участие, пробуют себя. В сквере Шмелева проводились занятия по каллиграфии и мастерили украшения из кожи. Весь день в музее проводили экскурсии для посетителей. Гости могли познакомиться с выставкой «Герои Отечества. Георгиевская история России». Она рассказывает о главной военной награде Российской империи – Ордене Святого Георгия. Можно уже точно сказать, что мероприятие состоялось. Люди пришли, люди в восторге. То есть праздник удался, и, мне кажется, Москву мы, конечно, с гордым поздравили так, что хотя бы местные это запомнят, ну и дай бог, чтобы помнили. Совсем скоро в музее появится постоянная экспозиция, посвященная истории московских стрельцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова